привет друзья это истинный следователь продолжение обзоров роутера apple 825 посмотрите если предыдущие там у этого роутера и положительные и отрицательные стороны были он у меня остался уже прошло время какой-то год что ли еще хочу я добавить этому ролику что что там фокус то прыгает так здесь вот надпись была ростелеком овский онлайн я стер растворителем пришлось стирать жопу суку ростелеком а так роутер такой же по моему как apple но берите лучше все-таки когда чисто он как apple продается что положительного отрицательного могу сказать со временем антон антенны съемные это очень хорошо выключатель питания тоже хорошая вещь сильно не греется но все-таки он греется градусов до 40 то есть отверстия они могли бы сделать побольше или например если вот так вешаешь то здесь надо было еще отверстие сделать и если например вот так вешаешь антеннами кверху хотя так лучше всего и вешать то здесь тоже надо было кита отверстия сделать чтоб тепло уходило 2 usb это хорошо они конечно usb 20 но в последних прошивках появилась появилась то что там можно сделать usb сервер принт сервер принтер я не подключал и пробовал торрент клиент есть активно тоже его не использовал но он как бы есть вроде работает и прошивки они корявенькие конечно но не более-менее работают их немножко сделали со временем у меня стояла 1106 вполне нормальная тут появилась 1108 я ее никак не мог поставить грузил 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 просто загружаешь он пишет прошивает и не прошивает все брал кабель и менял все антивирус удалил нет ничего не получалось но просто для интереса у вас 1106 и не меняйте ее и через программку тфтп какой-то телнет клиент загрузила там на сайте у них есть описание аппарата посмотрите если нужно загрузила нормально через телонет тфтп там программочка такая причем процедуры там описано там прописывайте айпи адрес его прописываете он 1102 168 16 и нормально прошился быстренько никаких особых изменений я не увидел только значки куда подключен проводок такие появились может что-то еще и что главное хотел сказать так ванная так вот фокус блок питания не перегорел пока что то есть тоже он вполне нормальный так проводок какой-то донковатый это не очень аккуратный видно недорогой и основное то что хотел я добавить а так 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 держание антенны большие 5 децибел съемные это тоже очень хорошо сейчас таком виде он стоит как я понимаю около двух тысяч с такими возможностями сильно не греется тысячи 866 чисто скорость мегабит пока оси в стандарте гигабитная сеть за 2000 это просто отлично прошивка но она на четверочку работает сейчас уже последняя поэтому сейчас вполне хорошая вещь и сравнимо с его ценой это просто лидер наверное какой-то что за 2000 отлично достатке я описал и тем более для наших людей они еще воды и сырек сидят каких-то средствах народ у нас бедные ограничены такое оборудование очень подходящие и по параметрам все нравится и очень мне понравилось то что можно страну свободно ставить то есть никакие диапазоны не заблокированы и гостевую сеть можно скорость поставить какую хотите я поставил там один мегабит туда-сюда это очень здорово поэтому нет роутеров плохих хороших просто есть задача какая-то и вашим задачам но соответствует или нет если у вас 100 мегабитная сеть внутри то вам мы и габит не нужен если по беспроводу вы старые клиенты у вас в 50 мегабит соединяйтесь вам и для стандарт подойдет то есть под задачи собирается нет надо ничего на вырост покупать покупайте под задачи со своими задачами этот роутер нормально справляется сейчас на нем прошивка стоит я сказал 1108 особых сбоев я не замечаю пластик дешевый да немножко попахивает но стандарт и си беспроводной сейчас уже клиенты можно на покупать не так дорого это стоит день быть ноутбук пихнуть там модули ну там около тысячи конечно дорогие все таки но можно купить и передавать нормальной скоростью тем пока это был дополнение это было к обзору apollo 825 пока